Всем привет, друзья! Сегодня я делаю повторный обзорчик после некоторой доработки такой гитарочки, китайская реплика PRS Santana. Значит, что с ней было, что с ней стало, да, и как она вообще собрана. Что-то напоминаю, что-то повторяю, что-то говорю вновь. У меня таких две штуки. Это тот экземпляр, который лучше, ровнее, красивее и аккуратнее собран. Замечательный у него такой толстенный кленовый топчик. Вот, соответственно, махагоновая задняя часть, махагоновый гриф, палисандровая накладка. Палисандр достаточно, как бы, хороший, цельнокусковой, не наборочка, не слоенка. Сделано всё ровно. Струны относительно звукоснимателя, относительно грифа ровно сделаны. Колки спереди, никаких претензий нет. Сзади, ну, каких-то тоже так, чтобы откровенно в глаза бросалось. Ну, да нет, нет. Всё хорошо, короче. Всё хорошо. В грифе никаких сучков, никаких завихрений волокон. Башка, кстати, цельная, не приклеенная. Хорошо это или плохо, каждый сам для себя решает. Я просто рассказываю. Значит, что с ней было? У неё царапались торцы ладов. Это дело я немножечко подровнял, подшлифовал. И чуточку выровнял по высоте. Соответственно, совершенно минимальненько доработал пазы в порожке. Вот. Вроде, в общем-то, и всё. Анкер здесь прекрасно работает, всё остальное нормально сделано. Есть какой-то непонятный перепад цвета вот здесь вот. Но, как бы, когда смотришь вот так, его не видать. А, это, мне кажется, просто это бликует из-за толщины лака. Да, он там как призма работает. То есть, это даже не дефект покраски. Ну, короче, теперь гитара, наконец-то, сделана таковой, чтобы на ней можно было счастливо фигачить. Вот. А сейчас к обзору сборки и внешнего вида я добавлю звук. Итак, мы переходим к звуку. А спонсор моей крутой прически – сон со свежевымытой головой. Так, значит, давайте послушаем, как эта гитара звучит на бриджевом хамбакере на чистом звуке. Гитара звучит на бриджевом хамбакере на чистом звуке. Очень ярко, в меру верхаста, плотненько. Давайте посмотрим то же самое, но на неке. Гитара звучит на бриджевом хамбакере на чистом звуке. Такая тянученькая, певученькая. Гитара звучит на бриджевом хамбакере на чистом звуке. И давайте на бисторшень послушаем. Очень четко, и я бы сказал, что для китайской реплики очень читаем. Сейчас поиграем какими-нибудь более грязненькими аккордами. Гитара звучит на бриджевом хамбакере на чистом звуке. Хорошо. Скажем так, из меня соло-гитарист не кудышный, но из гитары нормальная. Вот, если еще какие вопросы будут, пишите, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Мне кажется, инструмент в общем-то прикольный и даже собранный поинтереснее, поаккуратнее и звучащий немножечко повеселее, чем стандартные лоспольчики. На этом все, ребят, пока. Всем привет, друзья. Сегодня я делаю повторный обзорчик после некоторой доработки такой гитарочки, китайская реплика PRS Santana. Значит, что с ней было, что с ней стало, да, и как она вообще собрана. Что-то напоминаю, что-то повторяю, что-то говорю вновь. У меня таких две штуки. Это тот экземпляр, который лучше, ровнее, красивее и аккуратнее собран. Замечательный у него такой толстенный кленовый топчик. Вот, соответственно, махагоновая задняя часть, махагоновый гриф, палисандровая накладка. Палисандр достаточно, как бы, хороший, цельнокусковой. Не наборочка, не слоенка. Сделано все ровно. Струны относительно звукоснимателя, относительно грифа ровно сделаны. Колки спереди никаких претензий нет. Сзади, ну, каких-то тоже так, чтобы откровенно в глаза бросалось. Ну, да нет, нет, все хорошо, короче, все хорошо. В грифе никаких сучков, никаких завихрений волокон. Башка, кстати, цельная, не приклеенная. Хорошо это или плохо, каждый сам для себя решает, я просто рассказываю. Значит, что с ней было? У нее царапались торцы ладов. Это дело я немножечко подровнял, подшлифовал. И чуточку выровнял по высоте. Соответственно, совершенно минимальненько доработал пазы в порожке. Вот. Вроде, в общем-то, и все. Анкер здесь прекрасно работает, все остальное нормально сделано. Есть какой-то непонятный перепад цвета вот здесь вот. Но, как бы, когда смотришь вот так, его не видать. А, это, мне кажется, просто это бликует из-за толщины лака. Да, он там как призма работает. То есть, это даже не дефект покраски. Ну, короче, теперь гитара наконец-то сделана таковой, чтобы на ней можно было счастливо фигачить. Вот. А сейчас к обзору сборки внешнего вида я добавлю звук. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok